Всем привет, с вами Прия. Перед тем, как показать вам полное прохождение башни Таргаста в героическом режиме на своем дыхотанке, стоит немножко поговорить об этой башне, потому что те люди, которые сейчас впервые вообще увидят, откроют этот видосик, посидят так подумают, что это за башня, что в ней вообще делать и для чего она нужна. Ну, конкретно, если поговорить о том, для чего она нужна, то с нее лутается валюта, например, для улучшения ковенанта и лутаются всякие интересные итемы, также всякие легендарные компоненты лутаются, которые, возможно, в будущем нужны будут для крафта легендарок или для их улучшения. Все-таки пока что это первые альфа-билды, и очень много информации является скрыто. То есть, какая-то информация, какие-то итемы просто, ну, не расшифрованы, и еще сами разработчики не придали им смысла. Вот, контент башни Таргаст, он довольно длительный. То есть, если рассмотреть прохождение на моем дыхотанке, со всякими отправлениями баг-репортов, с прочтением различных способностей, и, конечно же, было общение с чатиком, в итоге 4 часа было потрачено на все прохождение башни Таргаст. Это довольно-таки много, и я надеюсь, что в тот момент, когда Shadowlands релизнется, все эти походы в Таргаст, они будут ограничены. Потому что, например, ну, прошло сколько там, 2 дня или день с момента того, как я закрыл эту башню, и я могу спокойно сейчас пойти в нее. То есть, если это будет бескдешный какой-то просто-напросто фарм, это будет, ну, скучно, и мы придем опять к подобию каких-то экспедиций, не знаю. Если поговорить о башне, о ее сложности вообще, да, героик режим является немножко сложным. Но он является сложным лишь только по самому началу. На первых этажах вам будет тяжело, но когда вы наберете уже какое-то количество бафов, а к тому же, если вы наберете какое-то количество редких бонусов, то вам будет намного легче. По ходу всего видосика, где-то что-то ускорено, где-то что-то замедлено, было объяснение касательно того, какие бонусы брались, почему они брались, и различная аналитика насчет этих бонусов. Само собой, у каждого класса бонусы разные. В текущий момент башня Таргаст доступна только Демон Хантеру, Магу, Престу и Варлоку. Я бы с радостью сходил на ДК, я бы с радостью сходил на Варе, на Монахе, но, увы, пока что это сделать нельзя. Как только это можно будет сделать, ну, я само собой схожу. Потому что чем заняться еще на Альфе? Пока что нечем. Башня пройдена, успешно, все замечательно, все хорошо. Хорошо, предлагаю вам полностью все посмотреть. Если будут иметься какие-то вопросы, то я сразу на них отвечу. Уверен в том, что вам это понравится. Наслаждайтесь. Было получено достаточно перков. Короче, не повезло. Спишем на систему. Делал максимальное, что только возможно от меня, но в итоге не удалось. Успешный пуржа дает реген хп и сытость. Ну, это прикольно, но все-таки тут баф от убийства крыс будет интереснее. Пуржить не с каждого бафа можно, всякие там эффекты. Суть в том, что всякое там настакивание дамеджа, оно не пуржится. Это грустно, поэтому да, тут копыта ярости будет лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он намного приоритетнее, чем эта уздечка ненужная Почему ты из себя собираешь Ахилл Филетов Шерохи на полу? Так они и сами собираются Раскалыванием душ, разве нет? Они же сами влетают в тебя О, механики Субтитры подогнал «Симон» Ваши заглядания способностей могут повысить вашу версу на 35% на 15 секунд Либо вы получаете 10 освобожденных душ Ну как мы уже чекали, освобожденные души это для прокачки Ковенанта Ну так как это альфа и мы тут играем на краткосрочную основу, скажем так, на краткосрочный период Поэтому берется плата Молдраксиса Молдраксис Тогда Или он с пвп как-то возьмется Не понимаю, подождите Талант пламенное приземление Если у вас есть этот талант Вы можете взять другой из этого же разряда А информальную броню получишь По идее выбор таланта Это намного интереснее, чем обычное повышение статы Но 15% искусности в теории Это много Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересный бонус Так, метаморфоза в кд Все в кд Но пока что боковой пак А вау там Таргет получает мгновенно демэдж Но что по итогу Если я не успеваю его продамагивать Он себе начинает прорегенивать И все это хп Вот как сейчас с элементалем этим Нужно сначала ритуалиста шотнуть У ритуалиста как бы хп много Он куда-то вообще под землю нахуй провалился Че вообще происходит в этой башне Просто жесть какая-то А, ну это Увеличивает максимальный запас здоровья на 60 Вау Это три таких бафа Облеженовые выносливости Ну, жестко Опять котелок Котелок вообще можно разрушить как-то Похоже, что нет Это грустно То есть его нужно просто быстро пройти Все так вот Чик, чик, чик Все, прошел Ну, на метаморфозу после крыс У меня есть уже Особенность Это способность А вот продление Обжигающего жара Это интересно очень даже Увеличивает дальность инфернального удара Ну, зачем? Темные специи Эти тайные специи Окей, хорошо Пойдет еще Это же герои Да не Я и так живу Нормально Все А я что-то не понял Я запутался Куда мне идти КОНЕЦ Ну да, просто поменяем В будущем Увеличивает урон От способности печать огня Снижает скорость Применения Заклинаний противников В радиусе 15 метров Тут корона лучше все-таки Корона лучше Ну-ну, ну-ну Ну-ну КОНЕЦ Тут печать Можно взять приманку КОНЕЦ Э, чат Ну нахуй этот остров Серьезно Да мне страшно Да я не буду прыгать Я не буду прыгать Я не буду прыгать Мне страшно Чат Я не буду прыгать Аек Я не буду прыгать Мне страшно Аек Я не буду прыгать Мне страшно Айк, мне страшно Какого в Халлока? Ну спекнусь я, ну и что? Мне страшно Понимаешь, мне страшно Мне страшно, но я это буду делать Каких три? Два А, ну окей, отступление Еще один Ну На этот шпиль я не могу подняться На этот серый На эти тоже Я и так уже выше, но мне же Я же через стенку-то не перелечу Нужно начинать как-то отсюда Развернуться спиной, юзнуть отступление А нет, юзнуть рывок После этого юзнуть отступление, потом еще один рывок И может быть второй рывок откатится Но что-то я сомневаюсь в этом Думаешь, не везет отступление? Ну окей, хорошо Давай попробуем Да чат, хуйня полнейшая Я вообще даже не боялся ни разу Ну только тут сейчас как нужно придумать Интересно зажать Все, абсолютно Нужно на уголок с уголка прыгнуть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому И элитников пойду этих двух шот ХП мало, больше надо хп, конечно Закуп, ну конкретно в героике походу каждые два То есть 25-26 я чистил 27-й была закупка 28-й, 29-й Чищу 30-й походу закупка будет По-моему это комба с жезлом мороза Не ощущаете? Ну и гида нет Ну окей Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну это для кастеров Для меня это явно нет Ну а что тут брать? Лохмотья Ну да, наверное талант Куда мне валюту уже и так Косарик ее Очень много О Это первое увеличение Дэмэджа от обжигающего жара Жесть просто Субтитры Алексею Дубровскому Ничего в нем такого Прикольного не имеется А, просто к сфере, да? Хорошо Да-да-да, просто к сфере, конечно Че по бонусам? Пускай минус метаморфоза Блядь, гениально просто Второй раз дали Ну это оба мусорных каких-то таких таланта Ну а что взять? Ну, пускай кольцо будет Эфир Ну я играл с ним, это нормальный в принципе Такой талант Хороший, интересный То есть у меня сейчас ловкость 1063 Будет почти 1400 Ну да Все верно Да, лишает возможности прыгать Но Додыхает удар ниже пояса Ну а что тут поделать? Айк, ну это слишком большой текст Я потом его почитаю О, чекайте Злая совушка Жесть Страшно? Чудовищный страж Как вам такое? Как вам злая версия совы? Короче, иногда, когда ты берешь сферку То тебе прокает вот такой вот бонус Полутораминутный бабл С момента взятия Вот Когда прям совсем нечего брать То это нормально в целом Нагрить какую-то толпу О, хаста Успешное прерывание Наносит цели Дэмэдж Ну Так как мы В текущий момент Играем на альфе То мы берем Клык Но вообще нужно брать Поглощение душ Потому что эти души Они дают Разгон Ковенанта Слушайте, это интересно В долгую игру Это очень интересно Но хотелось бы, конечно Чтобы этот бонус прокал Раньше Чем сейчас То есть, если бы он прокнул Одним из первых Он уже был бы разогнан Очень сильно А, это второй тир, да? Не, это мусор Ну, не то что мусор Не хочу брать талант Просто Валюта и так нормально Печать надо бафать Это интересно Это еще лучше Наконец-то А, да, сундук С сундука Ничего не будет Ну да Леджендарь компонент Ну и что? Ну и черт мы с ними С этими компонентами Пускай так будет Так, и что? А Получил, чекайте Получил Пленного Кирийского воина Во, воин Вообще четкий Самый лучший Субтитры создавал DimaTorzok Ну еще ярость пусть будет Лишней точно не будет Метка интересная Наверное, клинки Ну да, клинки Как-то получше От огня Ну у меня имеется Дэмош от огня Поэтому Нерезонно брать Эфирный маяк Вот в чем суть Ну, перчатка Наверное Да Чат, мне лень До того моба идти Я у него сферу лучше кину Бам Области смерти Созданные умертвыми Более не носят вам урон Вы поглощаете области смерти Восполняя хп Такое говно просто Да, походу Они уже не влезают Эти Способности Ну, чекайте Короче, я захожу в лужу И я начинаю пить ее Смотрите, да Что происходит Ну, это забавно Ну, это забавно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 бывает вообще наверно просто могу пролететь до какого-нибудь 72 этажа и сказать здорово я на 72 этаже а чего добились вы все на этом я так и сделаю сейчас мне лень уже этих на бог чистить я вам серьезно говорю я их чищу уже часа 34 наверно не так меня достали серьезно тут иначе не скажешь форма демона так долго длится за счет того то что при нажатой метаморфозе были убиты крысы способность аниме а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть в Диабло, например, ты пробегаешь по трупам и ты лутаешь лут, тут нужно кликнуть еще Инженерная игрушка будет очень хороша, то есть если ты инженер, то у инженера есть игрушка Собиратель трофеев Ты юзаешь ее и лутаешь? Понимаю! Ю, ю, пони, пони, маю О, это хорошо! Очень хорошо, кстати Присутствует на стриме А, это как соуроки в Пандарии прыгают, все, я понял Наверное, уклон Пусть будут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, комбинация Слушай, Рейвер, внимательно Жезл Мороза В тот момент, когда я первый раз наношу цели какой-то дэмэдж Она срезается до 50%, видишь, да? И у меня есть 4 секунды, чтобы снести эти 50% Иначе За следующие 10 секунд Цель будет отхиливать себе По 5% ежесекундно То есть я при этом ничего не теряю Никакого штрафа нет по факту Ну, просто тебе нужно цель быстро зеркнуть За, вот, 4 секунды Вот в чем суть Чтобы она не начала себе хп регенить Ну и также всякие другие бонусы интересные Что самое кайфовое, так это ярость Искателя Следующее после уничтожения разрушаемого объекта способности сечения Нанесет на 25% больше урона И тут поправка Не следующее я А следующее все иссечения То есть Вообще без разницы абсолютно Я кастую это иссечение Ну, разлом Оно так бьет, ну, нормально в целом Тваш, ну и в этот отхил Кастусе еще повысит на 25% Да не Слишком нервно Панхолик будет бегать доты просто То есть, когда бафов наберет себя Субтитры создавал DimaTorzok Как будто какие-то крики показались Почему мясы идут? Давай еще Блядь, серьезно? Он еще и сэвейдился За счет этого посоха Ай-яй-яй-яй-яй И потому что я свою мету нажал И в итоге бонусная потерялась А, это он за счет свитков умер Хотя было написано, что он не работает на элитных существ Наверное, боссы это не элитники Боссы это боссы Хорошо Хорошо А, ваш распорядитель может добывать материалы в торгах Ну, пускай Добывает Почему бы и нет? Допустим, я его призову Вообще, у меня была идея Абсолютно все прохождение Вот этой вот башни Залить на ютуб Но я вот сижу думаю Как я эти три часа-то буду Обрабатывать Субтитры создавал DimaTorzok Ну че Поехали Урежем свой Адхил Это будет весело Реально будет весело Но при этом Самоисцеление Нормально дается Я уже думал, это соло-таргет босс Детерарника Два обычных Тут есть соло-таргетные Боссы, да Жирненькие По лямочку ХП полтора О, это я впервые вижу Кстати, очень хорошо То есть, сколько бафов я нажал Чтобы впервые увидеть Один из них Жесть Потому что баф Много полипод Ну и Плащи продавал Потому что Вот Так, рычаги че Открывают этих элитников что ли? Ну есть такой Типа у них Разная редкость Каких-то Эффектов Синий Шрифт Синий текст У каких-то Зелененький Двое каких-то Там Белый Серый По-разному А, про доступность Мммм Ммм 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 Вот рарник Например Да Вот Рарник Да Статы Да пожалуйста Почему Не открываются Эти ворота Не понимаю Там Рарник Там Урна Заряженная Как за Агрик 100% Хасты Зачем Зачем Мне так много Я что Кулемет Чтобы кнопку Нажимать Просто Баффов Много Набираешь И Начинается Веселье Так Это что Стевард Фиал У серии Телефрэш Заколбан А Использование Фолкона Безмятежности Обновляет КД Элизийского Декрета Ну это кстати Интересно Дополнительный Ауе Потенциал Что Открылась Не открылась Турьма Тут открылась Тут открылась Удивление Это хорошо Ну и зачем Ты законтролился Кто тебя Просил Ладно Ничего Неплохого Нет По идее Если набрать 200% Вверсилу Тебя Никак не убьет Тюремщик Да Потому что Получаемый Дамиж Будет Понижен На 100% Все верно Но это Сложно Будет Очень А А Хорошо Почему Тут Морд Не открылся А Этот Ричард Не Тюремщик Тюремщик Нет Никак Сейчас я все это сведу И оно все взорвется Я ожидал большего эффекта Да Именно так оно и будет Придел скажет Пошел Пошел вон отсюда Так Ладно Раз мы уже Ближемся к завершению Тут еще и Рунки С рунками Надо потренироваться Немножко То это Сложная Механика Слишком Ну Тут что-то Я действительно Запутался Сейчас Секунду Я сам Распутаюсь Типа Нет Все равно Время неограничено Могу хоть два часа Сидеть кликать Кто мне это запретит Определенные цвета На каждой цепочке Стоят Вот в чем прикол Твоя задача Подобрать их То есть ты делаешь Один клик Например Меняется Одна руна Вот видишь Я чисто четвертую жму Меняется чисто четвертая руна Жму например Первую руну Меняется первая И четвертая Вот То есть нужно Все сделать красиво На деле я сижу Просто кликаю И кликаю Я сижу уже просто Я с выключенным мозгом Сижу Что тут думать Вообще Сидишь накликиваешь Рано или поздно Прокнул Ну серьезно Прокнул Прокнул Так Ну освобожденные души Я уже говорил Они нужны нам С целью того Чтобы прокачивать Ковенант Мы можем их И не брать Потому что Это альфа Все все равно Капится Чат Все нормально Все сделано Нет Не кипишуйте Да Смысл Мне все Скупать Не особо Полезно Это Неполезно Зачем Мне например Зеленый Инвиз Ползучая Духоплазма Поехали Серьезно Кстати Не ощутил я Не ощутил я Рефреш КД За счет Испития Флакона Безмятежности У него тут Дамедж какой-то Линкованный То есть он призывает Копии По копиям Проходят дамедж И Дамедж проходит По этой Эктоплазме Тоже О Чекайте Да Видите Особые врата Какие-то Интересные Инновационные Отличающиеся От Других Так если Я в них Зайду Что будет Ну Я в них Захожу Я мог Додуматься Все отлично Мы прошли Башню С 25 По 72 Этаж Всем Час Спасибо Счастья Всех Благ Берегите Ноги Мойте руки Чекайте Ютуб Чекайте ВК Группу Чекайте Короче Все Клэнни Я пошел Отдыхать Счастья Счастья Счастья